Во имя Отца и Сына и Святаго Духа В сегодняшний день, братья и сестры, мы слышим в чтении Первого Евангелия слова Господни о вечной жизни. Жизнь вечная. Кто из верующих, да даже из малоцерковных людей не задумывался об этом словосочетании «жизнь вечная»? Когда исполняется предел всех человеческих желаний, соединение с Богом, приход к Богу, желаний к раю, веры утверждения, как называют Христа Спасителя, то есть окончание всех человеческих желаний. У нас их много в жизни. Мы часто в жизни мятемся, ищем того, другого, третьего, пятого. А ведь одна цель и одно желание, одно стремление должно быть у человека за всей этой суетой не забыть о главном желании. Стяжать вечное бытие, вечную жизнь, нескончаемое бытие. Соединиться в этом бытии с Богом, быть с Ним. И в этом соединении окончаний уже пределы окончания всех желаний мятущегося человеческого рода. Но как мы редко об этом задумываемся. И в сегодняшний день Господь приводит нам в чтении евангельском текст, который называют первосвященнической молитвой Господа нашего Иисуса Христа, перед Своими крестными страданиями, перед тем, как Он будет предан на муки, на страдания, на распятие, на смерть. Господь с учениками Своими, беседуя, утверждает их в вере, утверждает их в том, что Он будет с ними. И при этом говорит молитву, молитву о своих учениках, молитву о их последователях. Не из них только молю, но и о слушающих, слависе их. То есть о нас с вами. Господь приносит молитву, в этой молитве звучат такие слова. Господь, да все едины будут, как Ты во мне, и я в Тебе, так и все в нас едины будут. Господь говорит о единстве, о единстве веры, о единстве Духа, о стремлении к единению всего человечества. Говорит как об обязательном условии достижения вечности. Почему и о каком единстве говорит Господь? Ведь единство бывает разное. Бывают люди соглашаются друг с другом, даже ради греха какого-то, при этом становясь неким единством. Разбойники в шайку собираются, тоже ради единой какой-то цели, грабить и убивать. Но о каком единстве говорит Господь? О единстве веры, о единстве хранения истины. Аз есть истина, говорит Господь своим ученикам. Истин не может быть две, три, пять. Они не могут друг с другом противоборствовать. Истина, она одна. Истину сказал нам Христос, что есть истина на суде у Пилата. Истину Он преподал Своим ученикам и апостолам в виде учения. И в этой первой общине 11 человек своих ближайших учеников, которые остались после отпадения и предательства Иудина. До 70 апостолов малых, как их называют. Всего-то 81 человек учеников Христовых, которые были хранителями истины и проповедниками этой истины. И вот та истинность от времен апостольских, от времен Христовых, она хранится по сегодняшний день во Святой Православной Церкви. Сейчас много можно услышать братья и сестры вероучителей, которые, размахивая текстами Евангелия, вырывая кусками то одни, то другие, доказывают свою истину и при этом противоборствуют друг против друга. Но яркий показатель, что хотя они все разнятся в учении, пятидесятники, адвендисты, баптисты, яговисты, католики, протестанты, они все разнятся в учениях, но в одном они общи. Это в ненависти ко Святому Православию. Одна общая черта у всех их, кричащих каждый о своей истине. И думается мне, братья и сестры, в их криках и мнимых обличениях тот самый голос толпы, который окружала когда-то гору Голгофу, и, видя распинаемого Христа, еще кричала «Распни, Его, распни!» Тоже верующими назывались. Фарисеи, саддукеи, князи, архиереи, книжники собрались там, народ верующий израильский, и кричали «Распни, распни!» И в сегодняшний день по этой причине, братья и сестры, празднуют Церковь Святых Отцов Первого Вселенского Собора. Потому что Первый Вселенский Собор собран для того, чтобы защитить истину и сохранить единство Церкви. На этом Первом Вселенском Соборе присутствовали такие столпы православия, такие величины духовные и мужи благодатные, как Николай Чудотворец, Спиридон Тремифунский, Кирилл, патриарх Александрийский, будучи еще дьяконом, по причине престарелости Александрийского патриарха присутствовал на Соборе и говорил пламенную речь против Арии в защиту Христа Спасителя. Господь утвердил истину, утвердил ее в своих последователях, но в роде человеческом находились такие люди, которые по гордыне своей, по высокоумию своему, по чувству зависти, неприязни, по другим каким-то чувствам начинали противоборствовать против сначала Отцов Церкви, а затем и против учения, которые они преподавали, внося этим разделение, раскол, увлекая за собою своих почитателей, последователей, которые шли в их заблуждение, слушая их ласкательные для слуха речи, якобы основанные на Священном Писании. Все это мы видим и в наше время. Но тогда тоже это возникло, и самое главное, что это было не против Отцов Церкви, не просто против учения Христова, а даже против самого Христа, потому что Арий объявил, что Христос не был Богом, Он был человеком, творением Божьим всего лишь, одним из славных пророков, ну, в какой-то большей мере благодатством Он был Творцом, а так говорил Арий. То есть Он стал против самого Христа, отрицая Его как Бога, пришедшего в мир на спасение рода человеческого. И, конечно, этим Он разрывал хитон Церкви Христовой, Он рушил единство Церкви, против этого 318 отцов, собравшись, восстали и утвердили истину. И по сегодняшний день мы эту истину выражаем в словах песнопения, которые утверждены были на Первом Вселенском Соборе, когда мы читаем в утренних молитвах и поем на литургии символ исповедания веры, верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа и Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, а не сотворенно, единосущно Отцу, им же вся Быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и вочеловечащегося. И далее слова этого символа исповедания веры мы все поем на службе и знаем их. Так вот эти слова были отстояны святыми отцами, Николаем Чудотворцем, Спиридоном Тремифунским и другими угодниками Божьими, равноапостольным царем Константином, который присутствовал на этом соборе, собирая его, и другими святыми отцами, утверждены слова истинные исповедания православные веры. И мы, братья и сестры, эту веру храним от времен апостольских. По сегодняшний день никто, как православие, сохранили догматы, преподанные самим Христом Спасителем и утвержденные в Церкви Святой Православной. На протяжении исторического пути были религиозные общины, которые отпадали от целостности Святого Православия. Так в XI веке, тысячу лет исповедуя православие, в XI веке отпал Европейский Запад, составивший первую католическую секту, которая не есть Церковь Христова. От католической начали дробиться протестанты, свинглиане, кальвинисты. От них дальше пошли еще дальше, еще больше из протестантских этих учреждений баптисты, пятидесятники, адвентисты, яговисты, кого только нету. И вся эта ложь, рассыпаясь по миру, и все кричат о своей правде. Но наша правда подтверждена, братья и сестры, не только чудесами, которых достаточно во Святом Православии. Мы видим нетленные мощи, хранимые Святой Православной Церковью. Интересный факт. Католический Запад тоже имеет нетленные мощи святых угодников Божиих. Но все эти святые жили до XI века. То есть, когда весь Запад был европейский православным. И вот те мощи святые, их нетленные, они лежат именно с того времени. После XI века католическая церковь не имеет ни одних нетленных мощей, которые бы вышли из недр католичества. Также не имеет и протестантства, также не имеют и секты. Такое простое действие, как святая вода, о действии которой мы знаем, братья и сестры, о благодатном действии, но и видим явный признак печати благодати Божией, силы Божией на ней, когда она стоит, не портясь десятилетиями. И этого не имеет ни католичества, ни протестантства. Все мы в наши дни видим схождение благодатного огня на гробе Иерусалимском, в храме гроба Воскресения Господня. Мы видим схождение благодатного огня, который принимает только православный Иерусалимский патриарх. Католики, протестанты при этом присутствуют, но никто не дерзает принимать благодатный огонь в пещере гроба Господня, который в страстную субботу, в знак света, воссиявшего из гроба в день Воскресения Христова, в день Пасхи, по сегодняшний день, накануне Пасхи сходит и разносится потом благодатными огоньками по всему миру. Когда-то армянская церковь, монофизитская, хотела выкупить право у турок к себе, чтобы им получать благодатный огонь. И молились, и пели, и поклоны ложили, а ничего у них не получилось. А патриарха Иерусалимского тогда даже в храм не пустили, закрыли двери перед ним. И он стоял с православной общиной, весь в слезах, плача. И тогда огонь ударил в колонну при входе в храм. И из этой колонны благодатный огонь и шел, который принял православный патриарх, в скорби находящийся, и раздал всей пастве. И с тех пор никто не дерзает отнять у православных их, належащие только им, право чести принимать благодатный огонь на гробе Господнем. Перед этим правом и турки даже склоняются, не говоря уже о других, так мнимо христианских религиозных течениях. Мы, братья и сестры, множество можем других знамений и чудес в православии перечислить, которые и от чудотворных икон проистекают, которые от святых источников в нашем Отечестве людям цельбоносно подаются. Все это печать благодати Божией, лежащей на Церкви нашей и на нашем народе, который есть народ православный, народ церковный, в той или иной мере степени духовности. Но еще в чем истина нашей Церкви показалась в наше недавнее время, братья и сестры? В том, что за эту истину, по примеру апостолов, шли на каторгу, шли в тюрьмы, шли на расстрелы, шли на муки, не отвергаясь Церкви Христовой, не отвергаясь веры, не отвергаясь от Бога. Наша земля Слобожанщина сегодня празднует День новомучеников и исповедников земли Слобожанские. Они, подобно отцам Первого Вселенского Собора, хранители истины явились и за истину стояли даже до крови, даже до смерти мученической. Слобожанщина наша, благодатнейший край, который основали ревнители православия. Харьковская, Луганская, Донецкая области, как они заселились, ведь здесь было до XVII века дикое поле, не было ни городов, ни селений. Рядом Крымское ханство татарское, с которого постоянно делались набеги на пределы Святой Руси для того, чтобы хватать пленников для работорговли. И эта местность была пустынна, потому что она часто подвержена была нападениям вражеским. Почему же она в XVII веке заселилась? В XVII веке, в конце XVI и XVII на основании католичества утвердилось такое, как униатство. Что такое униатство? Что такое уния? Или как они себя называют, греко-католики. Они оставляли обряд, внешнее действие православной церкви богослужебной, но при этом подменяли учение церкви на католическое. Догматы подменяли, самоучение святоотеческое подменяли учением католическим. Это все равно, братья и сестры, как взять бы оболочку арбуза. Вроде снаружи тот же самый арбуз, приятный на вид, а внутри наполнить его всякими нечистотами. Вот так примерно братья и сестры и униатство. Это предатели православия, для которых, чтобы легче было православие предавать, им внешнюю сторону оставили. Пускай православные обряды, даже батюшки пускай с бородами в тех же храмах служить будете. И даже чин церковный такой будет у вас похожий на православных. Только Папу Римского упоминайте. И учение католической церкви содержите. Вот и все. А так все у вас будет, как прежде. Некоторые на это клюнули. Тем более, что страшные гонения и притеснения были, заставляли принимать и униатство, и католичество насильно. Казачество встало тогда украинское в защиту православия. И под берестечком, как говорят украинские летописи, когда они воевали против засилья польского, против засилья католичества, под берестечком на пять верст было побитых казаков положено, которые шли защищать святое православие. А вокруг города берестечка все села, все хутора были вырезаны и сожжены католиками-поляками. Это было в 1651 году. После этого люди бежали из-за Днепровья, бросая свои хаты, бросая родину свою, бросая могилы родителей своих, разрывая какие-то семейные знакомства, музы и связи. Бежали только ради одной цели, чтобы остаться православным, сохранить святое православие. Бежали за Днепр сюда, на Левобережье, в Слобожанщину, которая называлась Диким Полем тогда. Здесь они расселялись городками, слободами, и хотя были под постоянной угрозой набегов турок и татар, но они радовались, что здесь они могут сохранить в единстве истинность веры, святое православие. Слобожанщина надала множество мучеников-исповедников, множество чудотворных икон, Божией Матери Царица Небесная наделила на Слобожанщине. Святогорская икона Божией Матери, Песчанская, Дивногорская, Озерянская, Ахтырская, Казанская икона Божией Матери. Многие другие можем, братья и сестры, перечислять образа Царицы Небесной, которыми она благословила данную местность и данный народ за хранение истины и святого православия. Ведь поляки, чтобы люди не пробились на левобережье, на переправах, отряды вооруженные поставили. Били всех без разбору, и мужчин, и женщин, и стариков, и детей, чтобы только они через Днепр не переправились, чтобы только они не сохранили православие. И вот на вот этой почве, в нашем Отечестве, на нашей земле Слобожанщины, Харьковщина, Донецк, Луганская область, Ростовская, Воронежская, Белгородщина, населенные ревнителями святого православия, они на этой основе дали множество новомучеников и исповедников. Земли Слобожанские, память которых мы сегодня празднуем. Сегодня они, последователи своих благочестивых предков, сегодня молятся за нас с вами, братья и сестры, за тех, кто имеет твердость быть православным и в наше время, не боясь, потому что в наше время тоже стало немодным называться православным христианином Святой Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Мы сохраняем каноническое единство Церкви, мы храним каноническую основу православия для нашего народа и примером в этом хранении наши благочестивые предки, а не современные указчики, как нам жить и во что веровать. Мы вспоминаем сегодня священномученика Александра, замученного в Харьковской тюрьме, архиепископа Харьковского. Мы вспоминаем сегодня расстрелянного священномученика Ануфрия Гоголюка, который остался сиротою без отца, потому что отец был его обходчиком лесным и был убит злыми людьми и в ту же ночь дом их сожгли, и мать-вдова осталась с кучей детей без ничего. Сегодня многие, приехавшие к нам в обитель, беженцы примерно в таком положении находятся, когда оставили свои дома, а у некоторых дома и сожжены, и разрушены, и тоже люди остались без ничего. Вот владыка Ануфрии сегодня празднуем, он сам это пережил. И когда мать его сидела и безутешно плакала, он еще, будучи младенцем, залез ей на руки и говорил, мама, не плачь, я буду архиереем, епископом, и тебя к себе заберу. И мать аж плач свой остановил, откуда это дитё, выросшее в лесу, на хуторе, где-то лесном, откуда оно может знать об архиерействе. Но он повторил свои слова, и впоследствии он был архиепископ Харьковский. Да какой архиепископ был, как рассказывали матушки Никола Стрельнического монастыря. Бывало, владыка придет со службы, приходит, ведь это были уже послереволюционные годы, двадцатые, приходит босиком, Владыка, да где же ваши сапоги? Нищий сидел возле дороги, мне так его жалко стало, я ему и отдал. В чём же вы сами на службу пойдёте? Да глядишь, мне Господь пошлёт, или что-нибудь хотя бы обую. Ну вы, владыка, как маленький ребёнок, разве ж можно так? Сажали владыку кушать. Он садился кушать, и маточки рассказывали вслед, раздался звонок в двери. Они вышли. Стоял мужичок со свёртком в руках. Можно владыку? А что вы хотели? Да я сапожник, и принёс сапоги, хочу их дать владыке, чтобы владыка помолился за мою семью. Господь праведника не оставил своего за его любовь к людям, за его милосердие. В своё время владыка Ануфрий явился рабе Божией Елене, духовной дочерью которого она являлась. Явился в видении, а до этого всё время её называл Елена Скорбящая. Она всегда говорила, владыка, ну что вы меня так называете? И вот в сороковом году он явился ей уже после того, как он был расстрелян, он явился ей в сонном видении и вручил драгоценный золотой крест, осыпанный камнями. С удивлением она смотрела на таковое видение владыки Ануфрия на вручение драгоценного креста и проснувшись недоумевала, что бы это значило. И в тот же день её трёхлетнего маленького сына Алёшу в яслях воспитательница упустила из рук. У него перелом позвоночника случился. Ребёнок на всю жизнь остался скрюченный. Голова была взрослого человека, тело как маленького. И ручки, и ножки были скрючены, подтянуты к телу. И он мог лежать только как его положили. Он не имел движения даже. Но многие знают этого младенца, инвалида, казалось бы, знают, как действительно великую драгоценность духовную. Это знаменитый старец Алексей Фёдорович Старооскольский, к которому ехали сотни, десятки людей, архиереев, и простых людей ехали за утешением, за словом назидания, которое он всем давал. Ехали за примером, чтобы видеть в его жизни пример подвижничества и благочестия, потому что инвалид, калека. Человек, казалось, неспособный даже себя обслуживать. Мало того, он не умел разговаривать, у него не было словесного дара речи, у него была только табличка перед ним, где были рядами написаны цифры и буквы. И он, указуя пальцем на эти буквы, отвечал на вопросы, которые ему задавали. Но при этом он знал несколько иностранных языков, он писал стихи под псевдонимом Рафаил Горевич. Его духовное чадо, такие как Владыка Тихон Новосибирский, издали эти стихи впоследствии. Он сочинял музыку, у него были тончайшие опознания во всех областях науки и техники. И когда к нему приезжали профессора, то он говорил, что в том или ином научном труде на такой-то странице вот такие ошибки, их надо исправить, иначе неправильное осуждение о том у тебя, давая поправки в научных трудах профессоров и академиков. Это в великой жизни был человек, который имел дар прозрения и дар исцеления и дар рассуждения, рассудительного слова. Мама его была духовное чадо владыки Ануфрия, а сам владыка Ануфрий как бы благословил его, прообразуя драгоценность его души духовную вручением драгоценного креста в сонном видении своей духовной дочери Елене Никифоровне, впоследствии монахини Сергии, которая приняла постриг. Мы, братья и сестры, в сегодняшний день воспоминаем и наших святогорских подвижников, которые были убиены, сосланы на каторгу, замучены, были изгнаны из святой обители и терпели всякое. Некоторые из них лежат святыми мощами перед нами. Некоторые неведомо где сокрыты в недрах земли, но тем не менее они стоят у престола Божия и молятся за всех нас с вами. Мы в сегодняшний день, братья и сестры, празднуем торжество веры, торжество правды. Мы сегодня празднуем победу правды над ложью, добра над злом, победу истины над неправдою. И в сегодняшний день как никогда нам нужно утверждаться в этом, в стоянии захоронения святого православия. Недавно мы праздновали память священномученика Ермогена, который сказал «Спасение Руси от церкви православной». Помните это, братья и сестры, спасение Руси от церкви православной. Но я со скорбью могу сказать, братья и сестры, что мы часто недооцениваем значение молитвы и духовного подвига в жизни мира, духовного подвига православного христианина и православной церкви в целом. Мы недооцениваем, поэтому теплохладно молимся, рассеянно каемся, беспечно живем, забывая заповеди Господни. Вот знаете, что хочу сказать. Много из вас приехали под покров святой обители. Обитель гостеприимно распахнула врата навстречу людям, которые сегодняшний день терпят беды и скорби, которые бегут от бомбежек, у кого дома разрушены. Вот у нас гостиница битком людьми набита, а в храме народу маловато. И вчерашний день я зашел в храм и посмотрел, церковь пустая, а на пляже было много народа за мостом. Сейчас время не на пляже лежать. Сейчас время молиться. Сейчас время каяться. Мы и так много в жизни своей упустили, и так много нагрешили, что, дай Боже, нам исправить это все. Так должно быть же какое-то время и покаяние нам, и молитвы сугубо за наше Отечество. Я прошу, братья и сестры, всех живущих в обители. Конечно, у многих маленькие дети, я это прекрасно понимаю, у нас только 150 человек детей в гостинице у нас сейчас живет. Младшему только 14 дней. Я понимаю, что у многих с детками не могут, но кто может, кто по силам, старайтесь в храм ходить, молиться Богу, молиться Богу за свои семьи, за деток, за Отечество, за наше, за то бедствие, которое у нас в Отечестве творится. Если кто может по сильным трудам чем-то в обители помочь, то ли на трапезе помочь братьям, что-то готовить, кормить людей, помогать, то ли на территории, тоже, братья и сестры, просьба помочь. Просьба и местным жителям, кто Татьяновские, из Святогорска, некоторые сдают квартиры, повышая цены, пользуясь, что вот люди ищут эти квартиры. Вы с этого не разбогатеете, братья и сестры. Потрудитесь ради Бога для ближнего своим милосердием и любовью. Если уже не можете бесплатно совсем людей пустить, ну, по крайней мере, по минимальной цене, потому что от сумы до от тюрьмы никто не зарекайся. Кто знает, в каком положении мы в жизни будем, тогда найдутся люди, Господь пошлет, которые и нас пожалеют, если мы в жизни сами кого-то жалели. И кто я знаю, какие обстоятельства будут у нас. Старайтесь, братья и сестры, и помогать друг другу. Знаете, что люди сюда приехали, оставивши свои дома, приехали от беды. Старайтесь послужить здесь этим людям. Кто-то пирожка спек, принес сюда. Кто-то блинчика там готовил или еще что-нибудь. Принесите все сюда в обитель, поделитесь с теми людьми, которые нуждаются в вашей любви, в вашем участии и в их беде, в вашем добром слове, в вашей поддержке. Я не только к мирянам обращаюсь, но я и к братьям и святой обители говорю. И вместе, братья и сестры, вместе все, давайте понесем и духовный подвиг, прося у Бога милости. Потому что молитва, растворенная милостыней, святые врата рая отверзает, говорят святые отцы. Пост с молитвой и милостыней врата райские отверзает. Блажений, милостиви, якоти и помилований будут, говорит сам Господь. Милостыня избавляет от погибели, говорят святые отцы. И мы, братья и сестры, будем умолять все милостивого Бога, просить Его о помощи, просить о Его милосердии, чтобы гнев Божий приложился на нас, на милость, чтобы сегодня слабожанские наши угодники Божии, новомученики и исповедники, хранители Святого Православия, благочестивые наследники своих благочестивых предков, ревнителей Святого Православия, пускай молятся за нас, даруют нам ревность, ревность о жании своего духовного человека, стремящегося к вечности, к жизни вечной, к Царству Небесному, к пределу всех наших желаний, а все остальное тогда Господь нам приложит. Если у нас будет стержень и основа истинного стремления к Богу, к жизни с Богом, к вечному нескончаемому бытию, если у нас будет стремление к этому, то все остальное в этой земной жизни нам Бог приложит. Если же мы избираем стержнем жизни блага мира сего, забывая о Боге и правде Его, то нам ничего, братья, хорошего не будет. Если мы забудем о Боге, если Бог нам не будет нужен, помните, что если не Бог от нас отрекается, таким образом жизни мы от Бога отрекаемся. А когда мы уходим от Бога, срываем Его покров благодатность нашей головы своевольно, если мы сами не хотим жить по Божьему, то над нами власть имеет тот, который человеко убийца есть из кони, враг рода человеческого дьявола. Он тогда имеет над нами власть, потому что мы самовластно захотели жить не по Божьему и без Бога встроить свою жизнь. И тогда Он становится над нами властителем и начинает мучить нас, убивая все живое в нашей душе и посылая нас всякие беды и неправды. И вот мы должны вернуться под покров Божий, вернуться деятельной, живой, христианской жизнью. Другого пути, братья и сестры, и другого будущего в нашем Отечестве нет. Не я сказал, а священному ученик Ермоген пророческие слова. Спасение Святой Руси от Церкви Православной. Держитесь Святого Православия, держитесь жить с Богом и по-Божьему. И тогда, братья и сестры, многое в нашей жизни изменится к лучшему. Аминь. Редактор субтитров Корректор А. Редактор субтитров А. Редактор субтитров А.